У сельхозпроизводителей Хакаси начинается ответственная пора уборочной кампании. Какие вопросы волнуют аграриев и какая им оказывается господдержка? Мы поговорим сегодня с депутатом Госдумы, председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. Владимир Иванович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как изменилась в Хакасии ситуация за пять лет? Здравствуйте. Я хочу сказать, чтобы мы не ошиблись. Пять лет назад, когда в большой борьбе избрали Валентина Олеговича главой республики. Если вы помните, это была непростая работа. Мы тогда с ней справились, не допустили фальсификации, не допустили того желания, которым горела либеральная власть, которая сегодня сбежала наполовину за рубеж, включая и премьеров, и вице-премьеров, и министров. А наша партия и те люди, которые нас поддерживают, и те кадры, которые работают в партии, в том числе на различных уровнях власти, и представительных, и исполнительных органов, они пашут. Эпохали до этого, я должен сказать, сложные времена, переживаемые не только, вот когда идет военная операция, мы переживали эти все 30 лет сложные времена. Изменения, которые вот произошли за эти пять лет, они разительные. Но из долговой ямы сегодня вышла республика на такой хороший тракт, с включенным зеленым светофором. 2,5 миллиарда была задолженность по кредитам, 1,6 миллиарда просроченность была по существу, денежно-кредитная система была заблокирована. Государственный долг больше 2,5 миллиардов. В целом, в старой котельной нечем было платить, не зарплату. Ну, в общем, республика замерзала, можно так сказать. И вот надо было уходить из этой ситуации. Понятно, без поддержки с центра невозможно было бы это решить. Значит, это поддержка со стороны нашего лидера и лидеров страны была оказана. Министерство тоже помогли. Но с первого дня было видно, что команда настроена работать и побеждать, не считаясь со временем. Результат сам за себя говорит. Сегодня нет задолженности, не кредиторской. Государственная задолженность, как бы кто что ни говорил, осталась на уровне 300 миллионов, а 2,5, посмотрите, во сколько раз тоже она просто снята. Бюджет, самое главное, бюджет увеличился до 24 миллиардов до 57, а консолидирован до 67. Посмотрите, слушайте, появилась возможность на здравоохранение увеличить средства в 5 раз. Поэтому и отремонтировать 81 объект в здравоохранении, 26 новых объектов, это дорого, стоит. А как вы можете оценить аграрный потенциал в ХКСИ? Ну, сегодня вот главное тут перейти, перешагнуть свое мышление. Вот считают, что вот тут 15-16 центров больше получать нельзя. Вот видим, что последние годы уже 20 получаем, а те, кто дружат с наукой, уже здесь получают 35 и 40. Мы сегодня в центре работаем уже с потенциалом 100 центров с гектаров. Поэтому на этом направлении шикарный диапазон и сорта, и удобрения, и севоборота. Прорвем ситуацию 25-30 центров в ближайшее время. Вот еще эта пятилетка, и будем получать больше 30 центров по ХКСИ. Я в этом убежден. Что касается животноводства, аналогичная ситуация. Надо двигаться и с надоем. Мы сегодня 7 с лишним доем по стране. Здесь 4,5 есть потенциала. Потенциал есть по вводу новых посевных площадей. Есть движение за эти 5 лет, но впереди резерв еще больше. И сейчас поднакопили технических средств. В этом плане будем действовать. Я считаю, что вклад в бюджет, возможности аграрного сектора удвоить за следующую пятилетку. На ваш взгляд, на каком уровне сейчас поддержка сельхозпроизводителей в республике? Сегодня из своего бюджета ХКСИ увеличил в 3,5 раза средства. Значит, это прилично. И личные подсобные хозяйства, малый бизнес оказывается активной помощью. Мы на федеральном центре сегодня имеем 550 миллиардов. Увеличили там 260 за 5 лет. Но 5 программ сегодня работают. Во всех 5 программах участвуют они. Это комплекс сельских территорий, это вторая церина. Это научно-техническая программа. Водные, биоресурсы, развитие сельского хозяйства и продовольственных рынков. Везде вхожие, везде министр активный. В этом плане человек, ваш Сергей Иванович. Мы помогаем по всем ему вопросам. Я считаю, войти в пятерку по комплексным программам развития сельских территорий, это достойно. Но возможность уникальная дальше двигаться во всех направлениях. Уникальная возможность у республики. Борьба на ограничение лимитирующего фактора, который, допустим, тормозит получение больших урожаев, прорвать возможность выйти на потенциал растения, которым он располагает при оптимальных условиях. Это главная задача. Мы сегодня ставим перед страной. Задача выйти на полтора-два урожая в год, убирая лимитирующий фактор. И здесь их тоже будем подвигать в этом плане наших товарищей. Владимир Иванович, вот вы один из инициаторов федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и активно помогали в ее реализации на территории Хакасии. Каковы успехи, как вы считаете, и есть ли отдача? Они входят в пятерку лучших по стране. В пятерках лучших. Здесь строится школа, строится жилье, спортивные комплексы. Здравитие эти самые ФАПы. То есть здесь все активно идет. Входят в пятерку лучших. Три с половиной миллиарда – это приличные деньги. Владимир Иванович, вот сейчас у аграриев такая горячая пора. Уборочная кампания начинается. Какие задачи стоят и как можно сейчас помочь сельхозпроизводителям? Сегодня уборка по стране идет. Уже южные районы закончили уборку яровых ранних. Центр активно ведет работу. Мы сегодня за 90 тонн уже миллионов намолотили. Я полагаю, что несмотря на погодные условия, у нас по Волжье так подсело, подгорело. Мы выйдем в этом году где-нибудь на 147 миллионов тонн. Это достойно урожая. На 50 где-то миллионов тонн по сахарной свекле. У нас хорошие результаты по картофелю, по маслу, семенам. Думаю, все будет достойно. В республике тоже все есть условия хорошо провести уборочную кампанию. Владимир Иванович, спасибо, что Вы нашли для нас время и ответили на вопросы. Это была программа «Вопрос дня». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова